Шотландец Джейк Макдональд в марте этого года пережил инсульт, и его руки стали непослушными. Чтобы вернуть им подвижность, надо каждый день делать упражнения. Теперь мужчине помогает персональный робот-тренер. Его разработали европейские учёные. Умное устройство считывает сигналы мозга пациента и понимает, что тот планирует сделать. Джейк думает о том, что хочет поднять левую руку, чтобы выполнить упражнение. Гарнитура улавливает сигнал и отправляет его в компьютер. Мы видим эту информацию и говорим роботу. Теперь ты должен поднять руку. То есть робот имитирует движение Джейка в реальном времени. Фактически робот-тренер показывает, как должна двигаться рука, а мужчина за ним повторяет. Кроме того, умная машина подбадривает пациента и общается с ним во время упражнений. Джейк говорит, что от таких занятий уже есть эффект. «Теперь я могу делать это самостоятельно, поскольку стал лучше держать баланс, лучше сосредоточиваться. Но мне по-прежнему нужно много работать с левой стороной». Робот-тренер предназначен для пациентов, которые восстанавливаются после инсульта или черепно-мозговой травмы. У 80% из них проблемы с подвижностью рук, поэтому им нужно постоянно делать упражнения. Однако 60% людей, переживших инсульт, страдают забывчивостью, а кому-то просто не хватает мотивации. В итоге только 30% пациентов полностью проходят реабилитационную программу. Учёные считают, что робот-тренер пробудет у пациентов интерес к упражнениям. «Мы надеемся, что робот, двигающийся вместе с пациентом, мотивирует его больше заниматься, чтобы пройти реабилитацию после инсульта». Над проектом работают австрийские и британские учёные. Они уже провели эксперимент, в котором участвовали 16 пациентов и 6 терапевтов.